Дорожная служба Усиленный режим, снегопады не прекратятся до конца недели Вымогали деньги, держали в гараже и грозились убить Суд вынес приговор омской банде, похищавшей людей Спасибо Йокериту за то, что он существует Финны заставили Илью Каблукова разыграться к 122-му матчу И забить первый за два года гол Грустный арно упал с плеч Авангард празднует победу И как рассказать о чувствах любимой в эпоху дефицита? Александр Бурков поделился с подписчиками личной истории В страшном пожаре на 10-й ремесленной погибла 65-летняя женщина Ее дочь надышала с угарным газом, но ее жизнь вне опасности Частный дом загорелся этим утром В пабликах очевидцы опубликовали фото и видео с места ЧП Судя по комментариям, случайные прохожие, увидев пламя, стучали в окна И пытались разбудить хозяев дома Однако вовремя предупредить хозяйку не удалось Крыша обвалилась Следственный комитет уже ведет проверку Исследователи рассматривают еще одну версию Помимо неисправности печного оборудования Это еще короткое замыкание электропроводки Поскольку в доме имелись электрообогреватели Возможно, они также были включены в розетку В связи с сильными морозами По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение На метромосту сразу несколько аварий Сильно затруднили движение Все произошло накануне поздно вечером Сначала практически подряд случилось два ДТП В направлении Красного пути Затем столкнулись еще две машины Как утверждают очевидцы Участники первого происшествия не позаботились о безопасности Иномарки стояли без аварийных сигналов Тем самым люди подвергли опасности и себя, и других водителей Два шофера, которые двигались в сторону центра Не успели сориентироваться на скользкой дороге Обошлось без жертв, пострадали только автомобили В госавтоинспекции предупреждают При ухудшении погоды нужно снизить скорость и соблюдать дистанцию Со вчерашнего дня в городе метели А под снегом на мостах и путепроводах Гололед становится еще опаснее Сложная обстановка сохранится и сегодня На смену сибирским морозам в Омск возвращается тепло Уже сегодня днем синоптики обещают минус 10 градусов Температура постепенно повышается К ночи будет уже минус 5 Такая же погода сохранится и ночью А завтра в регионе начнется оттепель Термометр покажет всего минус 2 Комфортная температура, по прогнозам метеорологов Продержится до конца недели А мячам все это время советуют Внимательно следить за своим здоровьем Резкий перепад температуры Может спровоцировать обострение Сердечно-сосудистых заболеваний Ну а дорожники перешли на усиленный режим работы Регион накрыли снегопады На ней будут идти несколько дней Разной интенсивности От незначительных осадков до вьюги Спецтехнику сейчас выводят Не только для чистки проезжей части Но и тротуаров, подходов к павильонам и магазинам Участки обрабатывают противогололедными средствами Только за минувшие сутки снег и наледь убрали больше, чем на трех сотнях остановок Столько же пешеходных переходов На полигоны вывезено около 9 тысяч кубометров снега Это примерно 600 камазов На обслуживании управления дорожного хозяйства и благоустройства по городу Находится более 1120 остановок общественного транспорта Задействованы максимальное количество бригад Так как мы наблюдаем погодные условия таковые Что необходимо предпринимать максимальные усилия Для обеспечения безопасности граждан при подходах к остановкам общественного транспорта Готовятся омские дорожники к новому удару стихии Резкому потеплению и метелям На расчистку города бросят все силы Это больше тысячи сотрудников и почти 500 единиц спецтехники Угрожали убийством и вымогали деньги в Омске Вынесли приговор банде, которая похищала людей Члены ОПГ в 2019 году похитили двух мужчин Угрожали убить и вынуждали написать расписки Мол, те должны преступникам больше 4 миллионов рублей Пленников продержали в гараже 12 часов После люди не только согласились расписаться под документом Но и отдали бандитам дорогой автомобиль При этом мужчин так запугали, что те даже не стали обращаться в полицию Но несмотря на это, о преступлении стало известно региональному ФСБ Преступников было пятеро Четверых из них удалось задержать Пятый в федеральном розыске Суд отправил бандитов в колонию Одного из них особого режима на 7 лет Остальных в колонию строгого режима На срок от 5,5 до 6,5 лет Почти 6 тысяч мячей уже поставили прививку от коронавируса Причем больше полутора тысяч из них Прошли оба этапа вакцинации Данные приводит региональный Минздрав Серьезных последствий, по словам пациентов, от укола нет У некоторых наблюдается лишь легкое недомогание или повышение температуры Единицы жалуются на боли в суставах и тошноту Сейчас регион ждет еще одну крупную партию вакцины В течение полутора месяцев должно поступить 78 тысяч доз Для хранения препарата поликлиники и районные больницы уже установили необходимое морозильное оборудование Пока в регионе работает около 20 прививочных пунктов В скором времени планируется открыть еще 30 Стоит помнить, что вакцина подходит не всем Недавно в инструкции появилось предупреждение, что она может представлять риск для людей с аутоиммунными заболеваниями Судьбоносное для Омского футбола решение Депутаты комитета по муниципальной собственности Омского горсовета Одобрили изменения состава учредителей Академии футбола Иртыш Теперь вопрос будет вынесен на пленарное заседание городской думы В случае, если депутаты одобрят изменения Деньги, необходимые для развития клуба, будут выделяться из регионального бюджета напрямую Пока же финансирование ведется через предоставление субсидий из городской и областной казны Напомню, впервые публично о том, что правительство будет поддерживать омский футбольный Иртыш Александр Бурков заявил в июне 2020-го Губернатор встретился с командой и руководством клуба Не только порадовал футболистов хорошей новостью, но и обсудил перспективы развития и планы на сезон Сейчас Иртыш занимает 15 место в турнирной таблице ФНЛ вне зоны вылета Поменяла Урал на Сибирь, а зам английского языка ребят Шербакуля учит преподавателей Свердловской области Наталья Киселева переехала в район по программе «Земский учитель» Федеральный проект действует в России уже больше года Тех, кто предпочтет работать не в городской, а в сельской школе в течение пяти лет, ждет миллион рублей В 2021-м такая возможность предусмотрена и для десяти омских педагогов Однако, как говорят сами участники программы, на переезд они решаются далеко не из-за денег Никита Смирнов подробнее Шербакульский лицей не просто сельская школа, а целый образовательный центр Сегодня здесь обучается больше 400 детей Для Омска эта цифра может быть и не очень большая, а вот для муниципального образования вполне солидная Ученики и педагоги ежегодно принимают участие в Олимпиадах всероссийского и регионального уровня Занимаются внеклассной методической работой и достигают высоких результатов на спортивных праздниках В специальном лингофонном кабинете Наталья Киселева общается со своими учениками исключительно на английском Виртуальный аудиопомощник подскажет, какое упражнение задает педагог и как ответить без ошибок Жительница Свердловской области переехала в Шербакуль в августе, как раз к началу нового учебного года Специалист высоко квалифицированный, она органично так вписалась у нас в коллектив Адаптировалась очень успешно, человек коммуникабельный И в настоящее время активно участвует в методической работе лицея Приняла участие в профессиональном конкурсе «Учитель года» и стала призером на муниципальном уровне Наталья Киселева полностью отдает себе любимые профессии Стаж 20 лет, даже дома проверяет работу учеников Живет в муниципальной квартире, миллион потратила на покупку недвижимости в Омске Жилье пригодится сыну, который собирается в городе поступать на экономиста Вообще же в наш регион учительница Свердловской области приехала не случайно Решила сменить уральский промышленный город Богданович на сибирские просторы Чистый воздух, это спокойный, размеренная жизнь Кругом животные, выращивают уточки, гуси Тем более мне нравится очень в Омской области Не знаю, но с детства у меня Омск, почему-то был на слуху, не знаю, что меня сюда привлекало Омск, 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 и всегда хотел побывать в Омске В этом году земских учителей снова начнут привлекать на село По госпрограмме в Омскую область смогут уехать, как и в прошлом, 10 преподавателей Для педагогов предлагают 17 вакансий, среди которых классные руководители Преподаватели русского языка, литературы, физики, информатики, биологии, истории и общества знания Федеральный проект «Земский учитель» предназначен для улучшения качества образования в сельских районах Сегодня в отдаленных населенных пунктах нехватка профессиональных кадров Чтобы стимулировать педагогов, добровольно переехавших из города в область на 5 лет Государство выплачивает им по миллиону рублей Поэтому и требования достаточно жесткие Это достижение в области публикации, победы в профессиональных конкурсах Наличие наград Все это будет играть, безусловно, роль в том отборе, который мы будем учтять вновь в этом году Дефицит специалистов есть в Калачинском, Любинском, Марьяновском, Нововаршавском, Одесском, Павлоградском и Полтавском районах Прием документов от новых кандидатов уже стартовал Никита Смирнов, Дмитрий Хромцов, 12 канал Губернатор Александр Бурко в своем инстаграме поделился трогательной историей из личной жизни Он вспомнил, как во времена дефицита из командировки вез подарок тогда еще будущей супруге Охапку Рос По словам главы региона, купить цветы в Екатеринбурге в 90-х было непросто Их, по сути, продавали раз в год на 8 марта А вот в Тбилиси, где Бурков находился с рабочим визитом, все обстояло по-другому И букетами торговали даже в январе, что, конечно, объясняется мягким климатом Зимой здесь температура редко бывает минусовой 25 бутонов губернатор завернул в мокрую ткань Так что нежные цветы выдержали перелет, не завяли Более того, простояли почти полтора месяца По известной примете, это доказывает сильное чувство человека, который преподнес подарок Раз в два года и Каблуков забивает Омский авангард одержал победу над Йокеритом благодаря шайбам Стасия и Потапова А также Ильи Каблукова, который не забрасывал с ноября 2018-го В середине встречи форвард в падении пробил вратаря соперника И оборвал свою сухую серию на отметке в 803 дня В этом матче Илья впервые вышел во второй тройке вместе с Денисом Зерновым и Ильей Ковальчуком Ранее он играл в сдерживающих звеньях Сегодня, конечно, звено было более нацелено на атаку Всегда приятно играть с такими мастерами, как особенно такой Зернов Груст, наверное, упал с плеч А поддержка была всегда так же и, можно сказать, сегодня перед игрой Такая же, как и на поле, в принципе, каждый раз Матч с финскими шутами получился напряженным Йокерит не сбавлял темп и на протяжении всего матча шел в атаку Однако «Авангард» рассчитал силы и воспользовался ошибками соперника Ключевым моментом встречи стала шайба Толчинского в большинстве, которая в итоге и принесла победу Следующую встречу «Ястребы» проведут уже завтра против рижского «Динамо», которая потеряла все шансы на выход в плей-офф Этот матч станет самым поздним для «Авангарда» в сезоне Он начнется в 23.30 по омскому времени Омские болельщики, как всегда, смогут посмотреть прямую трансляцию на 12-м канале Не пропустите Бандероль для чемпионов Участники рождественского полумарафона получат свои именные медали по почте В посылку войдет также атрибутика забега Это брендированный мешок-рюкзак, шапка и маска Первыми подарки отправляют зарубежным участникам, потом жителям регионов России, а с 15 февраля их начнут получать мячи Впрочем, горожане могут забрать свои презенты самостоятельно в офисе по улице Певцова-1 Напомню, рождественский полумарафон в этом году прошел в формате онлайн Нужно было преодолеть удобную дистанцию, зафиксировать результат в мобильном приложении и отправить данные организаторам Участие в полумарафоне приняли 800 человек по всему миру, в том числе губернатор Александр Бурков К празднику спорта присоединились и сотрудники 12 канала И последние обратились в полицию, потому что нашли деньги А мячи решили сломать стереотипы и вернули 50 тысяч рублей, которые кто-то оставил в банкомате Именно эти купюры были обнаружены вами в банкомате? Да И вы решили их вернуть? Да Парни рассказали, деньги им по ошибке выдал банкомат Сначала отзывчивые мячи пытались сами отыскать их владельца, ждали его у терминала Когда же никто так и не вернулся за своими кровными, отправились к правоохранителям Как выяснилось, в банкомате произошел технический сбой, из-за чего машина и перечислила на выдачу 50 тысяч рублей К слову, в это же время представители банка уже писали заявление о пропаже в другом отделе полиции Деньги вернули, но пользователи соцсетей еще раз убедились А мячи все-таки могут быть не только суровыми, но и бескорыстными Далее прогноз погоды, ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру, там же мы выкладываем и полные выпуски программы Час новостей Оставайтесь с нами В честь десятилетия клиники «Эксперт» дарим скидки до 50% на комплексные МРТ-исследования Звоните 790414 И о погоде Таковы новости к этому часу, следующий выпуск смотрите в 17 часов Субтитры создавал DimaTorzok